Информационный канал Севастополя. Программа «В контексте». Мы обсуждаем перспективы присвоения школам имен героев Второй мировой войны. У нас в студии директор Объединенного Русского культурно-исторического центра Отечества Александр Лазебный. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые. Перед тем, как мы приступим к нашему разговору, давайте посмотрим небольшое видео, снятое на улицах нашего города. Потому что это наша земля святая. И надо детям вот эту всю память, историю, все передавать. И именами называть, чтобы как дольше. Вот это все, ну это очень хорошая, очень реакция у вас. Я считаю, да. Ну вот, например, интернат номер 4, он имени Володи, ой, Волкова. Не помню, как зовут. Положительно. Нормальное явление. Пусть знают, помнят героев. Героев надо помнить, чтобы молодежь знала и не забывала. Ну нормально. Если он заслужил, он этого стоит. Чтобы дети знали. Ну вот, севастопольцы, в принципе, не против того, чтобы школам города присваивали имена героев. Но, тем не менее, как сегодня в Севастополе реализуется федеральный закон 213-А по увековечиванию памяти? Ну, если так образно сказать, он на территории Севастополя, города Севастополя не действует. То есть вообще? Вообще. Чтобы не быть голосным, просто задам вопрос власти имущим. Хоть одно мероприятие, посвященное увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны в городе Севастополе, в этом году проведено. Названа хоть одна улица, одна школа, один сквер, один переулок. Нет. Не было этого. А в федеральном законе 213-м четко сказано. Формы. Это присвоение имен не только школам, университетам, учебным заведениям, воинским частям, улицам, скверам. Нет ничего. Дальше идет. Разделе четвертом, статья 11. Органы, которые этим должны заниматься. Это органы законодательной и исполнительной власти. И тем, и другим предоставлено одинаковое право принимать решения по данному вопросу, что не сделано. И что хочу обратить внимание, в статье 13 данного закона, ответственность за исполнение этого, не только административное, но и уголовное, за нарушение тех мероприятий, которые не выполнены. Если они были инициированы, и по вине лиц, эти лица должны быть привлечены к административному, а могут и к уголовной ответственности. Почему я говорю об этом сейчас? И это с болью я говорю, потому что с 4 октября 2011 года идет борьба за присвоение восьмой школе, расположенной на улице Хрусталева, имя героя обороны Севастополя, отдавшего жизнь. Постойте, не могу понять одного, с 2011 года, что казалось бы элементарнее, присвоить звание? Да, для этого все мероприятия выполнены. Чтобы не быть голословным, хочу показать вам документы. Вот согласие детей Николая Титовича Хрусталева, Владимира Николаевича и Людмилы Николаевны. К сожалению, Владимир Николаевич не дожил до этого дня. Осталась дочь. Но борьба за присвоение школе идет с 1962 года. Сколько? С тысячи, чтобы не быть голословным. Постойте, это 50 с лишним лет. Да, вот документ, полученный из архива. Это обращение брата Николая Читовича Хрусталева, Михаила Титовича, который 17 апреля 1965 года обращается. А первый раз он обратился в 1956 году. Что помешало в 60-х, 70-х, 80-х годах присвоить школе звание, но имя? Ну, не знаю. Есть решение педсовета, коллектива школы, родственников. Это не только касается школы имени 8. Школы-интерната на северной стороне имени героя обороны Севастополя Александера. Школа имеет отряд юнок Александеровцев. Активно принимает участие в мероприятиях на 30-й батарее. Дружит с дочерью Александера, которая приезжает. К сожалению, она, видно, по моему мнению, обиделась, не приехала на 70-летие победы. Вот такая вот обстановка на сегодняшний день. Постойте, давайте так. 60-е годы, 62-е, начало вот этой эпопеи с присвоением звания героев Великой Отечественной войны двум школам. Или только восьмой? Нет, только восьмой. Только восьмой. По школе-интернату это идет третий год подряд. Об этом в этой истории было разговор. То есть с 2011 года? Да. Казалось бы, ну что? Какие могут быть препятствия? Ну, мне тяжело судить. Юридические переоформления документов. Да. А вот теперь вы затронули очень интересную тему. С перехода в состав Российской Федерации все учебные заведения перешли в аккредитацию по российскому закону. Что помешало сделать? А теперь представьте, при положительном решении, что восьмой школе присваивают имя Николая Титовича Хрусталева, значит, им нужно опять переделывать документы. Это финансовые уже затраты. Это, значит, устав, печать, аттестаты и так далее. То есть, по сути, насколько я понимаю, время было упущено. Время было упущено. Возможность, точнее. И чтобы не быть голословным, смотрите, в частной беседе один из членов нашей организации с Щербаковой, Татьяной Михайловной, поднял этот вопрос. Она говорит, вы понимаете, сейчас вроде бы и не время. Сейчас идет выпуск. Давайте в сентябре месяц будем этот вопрос рассматривать. Две недели назад лично я по этому вопросу разговаривал с Алтыбаевой, уважаемой Екатериной Борисовной. Она говорит, да, мы знаем, мы знаем эту проблему. Вот просто не хватает всего, руки не доходят. Что касается интерната, по какому принципу выбиралось название? То есть, отряд существует, все есть, принимают участие. Смотрите, из каких критерий мы исходили по школе гимназии, уверяю, по школе гимназии, раньше была школа гимназии номер 8 на улице Хрусталева. В 62-м году улице присвоено звание. На этой улице жил сын Николая Титовича Хрусталева. И школа строилась перспективой, как здесь вот говорят, брат говорит, что вот мы рассматриваем этот вопрос, городские власти. До настоящее время, однако, ничего нет. Вот в городском исполкоме мне сообщили, что одна из улиц будет названа, это в 65-м году, он говорит, будет названа именем героя. И школа в 65-м году, ой, прошу, в 56-м году. 56-м, да. 56-м году. А в 65-м, он говорит, что до сего ничего не сделано. Сами директора учебных заведений, они как относятся к этим? Положительно. Вот у меня есть решение, чтобы не быть голословным. Все эти документы находятся. Вот директор школы номер 8, Тихоненко, рассмотрев ваше университетное присвоение школе, на августном педагогическом совете, администрация, коллектив, гимназии, поддержали данное предложение и готовы приступить ко всем необходимым действиям, направленных на положительные решения этого вопроса. Готовы приступить. Что помешало приступить? Ничего. Они все сделали то, что положено. Осталось за департаментом в настоящее время образования и науки. То есть это еще прошлый год был, насколько я понимаю? Вот, пожалуйста. Казалось бы, память. Почему вот такое отношение к памяти? Вы знаете, в последнее время, когда мы были еще в составе Украины, нам было понятно, почему не хотят. Нам своя была политика. В настоящее время мне непонятно. Смотрите, разрабатывают цивистические маршруты. Большое количество делегаций приезжает, да? У нас, кроме 35-й батареи и музея геройской обороны Севастополя ничего не включено в программу. Стойте, как это? 30-я батарея включена? Нет. Бронепоезд Железняков включен? Нет. Значит, герои комиссара Фильчерка включены. Единственное, в постсоветском пространстве находится диорама с целью Верхнего Содома. О ней никто даже не вспомнил. Она единственная. И в каком она сейчас состоянии? И вы говорите об увековеченной памяти? Вот она память. Кто вспомнил о героях Советского Союза, проживающих в городе Севастополя? В Севастополе есть сквер героев Советского Союза. Единственный человек, Александр Красильников, перед праздником привел его в порядок. В вашей студии неоднократно поднимался вопрос, что там творят застройщики. Валят деревья, все. То есть на данный момент ситуация довольно странная? Странная. И что касается даже ветеранских организаций, пусть меня извинят ветераны, но хочу сказать, что единственные ветеранские организации, это ветераны ВВС Черноморского флота под руководством Лобова, почтили память Острякова и Хрусталева. И ветераны-чекисты 8-го числа провели торжественное мероприятие у памятника Силаева, где почти не только Силаева, но и всех чекистов, погибших в период обороны и освобождения города Севастополя. На ваш взгляд, все-таки что мешает присвоению школам от звания героев войны? Пассивность руководства города. И все? И все. Единственный ответ, что называется. Единственный, да. Я больше хочу сказать, что когда мы начали в 2011 году поднимать вопрос, ныне покоенный уже балакладский скульптор, готов был сделать бюст. Он его начал делать, но он, скажем, посреди же скончался, и бюст остался незаконченным. Кроме того, из Санкт-Петербурга приезжали делегации, защитники Отечества, они готовы были здесь установить памятник Хрусталеву. Мы подали все документы, чтобы нам выделили место, где его поставить. Заколовой камень уже готов. Готов лежит у ветеранов ВВС Черноморского флота. Казалось бы, законодательное собрание. Сейчас там люди, представляющие город, причем довольно много историков. Почему такое отношение? Ну, мне тяжело отвечать за это людей. Тяжело. Даже вот посмотрите, значит, в преддверии праздника Великой Победы открывают досточку на Покровском соборе. Разминированными нет Авдеев. А когда пять лет назад наша организация поднимала вопрос сохранить ее, это единственное. Господин Горелов Вячеслав говорит, я прохожу по Невскому проспекту, восторгаюсь. Это над, это сторона опасная при артобстреле. В Питере сохранили. Но не только это. Вот я говорю, пять лет назад, один из наших, членов нашей организации нашел в Инкермане, на одной из подстанций была надпись с праздником 1 мая 1942 года. Она еще и читалась. Вы делали репортаж. Если посмотреть архивы, это все есть. Ничего не хотят сохранять. Ну, тогда было понятно. Но сейчас тяжело мне ответить на этот вопрос. Каковы все-таки перспективы дальнейшие? Вы знаете, Владимир Владимирович, что я хочу сказать, что у меня остается только одно. Но, пользуясь своим правом, так как я являюсь официальным представителем Межгосударственного союза городов-героев и воинской славы России, Украины, Республики Беларусь в городе Севастополе, я полностью проинформирую председателя, дважды героя Советского Союза, летчик-космонавта Горбатко, о том, что здесь происходит в городе Севастополе. Лично. А там у себя пусть принимают решение. Ну, а дальше? А дальше, я думаю, что будет принято решение кардинальное. Один звонок, и все будет сделано. Ситуация несколько непонятная. Все-таки в том отношении, что все вроде как готовы, все согласны, но в последний момент останавливают. Ну, этот, наверное, вопрос нужно задать или господину Чалову, как председателю законодательного собрания города Севастополь, или нашему губернатору. Да уж, спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию. Я напоминаю, что вы смотрели программу в контексте эфира информационного канала Севастополя, продолжается. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова